Здравствуйте, друзья! Вы смотрите проект Теледоктор на Первом городском. Меня зовут Николай Малкович и я рад приветствовать абсолютно всех, кто свое свободное время решил провести сегодня с нами, потому как у нас действительно интересная тема, в некотором роде даже резонансная, потому как говорим мы сегодня о биорезонансном оздоровлении. С нами руководитель Криворожского центра по этому направлению Юлия Махарт. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, дорогие друзья! Да, мне очень приятно сегодня находиться в этой студии. Я уже второй раз, поскольку я когда-то рассказывала вам о здоровье, именно полости рта. Теперь я поговорю о здоровье вообще. Как можно сейчас в наше время следить за своим здоровьем, профилактировать многие заболевания. И как раз вот эта методика, о которой сегодня вот Коля Николай сегодня вам только что ее озвучил, очень актуальна в наше время. Да, Юлия Николаевна, ну давайте сделаем тогда небольшую пометочку. Вы как зубной техник к нам приходили, рассказывали о здоровье полости рта, действительно. Вы сама по образованию тоже медицинский сотрудник у нас. Ну и решили для себя протестировать какой-то новый альтернативный метод оздоровления. Как давно вы столкнулись вообще с этой всей историей? Да, на самом деле я действительно давно с этой методикой. Вот скоро уже 15 лет, как я купила свой первый прибор биорезонансной терапии. И вы знаете, за эти годы я всегда говорю, что я в свои 55 лучше себя чувствую, чем в свои 25. То есть за это время я действительно очень хорошо оздоровилась, да, скажем, слежу за своим здоровьем. И все с помощью вот таких устройств. Но это, конечно, последняя модель. Первые приборы были более примитивные, но на самом деле ничего не стоит на месте. Как мобильные телефоны меняются, так точно так же и наши технологии тоже совершенствуются и улучшаются. Соответственно, наша методика имеет место в ряде, да, оздоровительных практик. Ну вот. Да. В чем заключается? Каким образом вообще работает эта методика и что же такое биорезонансное тестирование, либо оздоровление? Да, я знаю, что Николай, вы приглашали доктора, который занимается биорезонансным тестированием в свою студию, да. Но сегодня я расскажу о том, как же все-таки воздействуют эти приборы на человеческий организм. В этом приборе заложены две антенны. Одна антенна является разрушающей, не пугайтесь, для патогенных микроорганизмов. А вторая антенна является созидающей, то есть восстанавливающей работу органов и систем. Как камертон восстанавливает, настраивает музыкальный инструмент. Вот по поводу разрушающей антенны, да. Все мы знаем вот методику, этот принцип резонанса, который мы учили в школе. Кто учил физику, ну не учили, значит, поднимите книгу и почитайте. Резонанс. Что, в чем заключается, да. Если воздействовать на какой-то предмет его же частотой, но с большей амплитудой, он через некоторое время разрушится. То есть, это закон резонанса. Вспомните пример, когда рота солдат заходила на мост, ему говорили, им говорили, смените ногу, да. То есть, они должны идти в разнобой для того, чтобы не случилось резонанса их маршировки с мостом, потому что мост рухнет. Или вспомните еще такой пример, когда на бокал считывали вот звук бокала, да, а потом на него воздействовали его же звуком вот этим, только с большей мощностью. И стакан лопался. Тоже есть такой пример, можно даже в интернете посмотреть это. А второй, вторая антенна, которая, я сказала, созидающая, как камертон, значит, она подает организму человеческому здоровую частоту органа или системы, здоровую именно жизнедеятельность и частоту, на которой орган должен работать в здоровом режиме. То есть, есть физиологическая частота, которая присуща любому человеческому организму, невзирая на национальность, цвет кожи и тому подобное, да. То есть, мы вот в этой, на этой частоте должен работать тот или иной орган. Если вследствие каких-либо факторов он сбивается, то есть, частота эта нарушается, этот прибор, он подает здоровую, и опять же, случается этот резонанс, чьи органы или системы начинают работать в здоровом режиме. Ну, достаточно интересно, потому как подход, ну, мягко говоря, слово резонанс мы с вами используем достаточно часто, но резонансный. Потому как кто-то может подумать, что это все несерьезно, кто-то, с точки зрения науки, особенно люди, которые подходят к разбору всего, будут, наоборот, вдаваться в подробности этой тематики. Ну, давайте поговорим тогда о том, насколько. Вот вы сказали, что не воздействует на работу прибора ни цвет кожи, ни национальность. А есть ли люди, которым запрещено, например, пользоваться подобными приборами? Да, это не панацея. Я уже, я всегда об этом говорю, чтобы никто не думал, что это та волшебная таблетка, которую ты включил, и ты сразу же будешь здоров. Конечно же, своим здоровьем нужно заниматься, нужно же, конечно, избавляться. Стиль жизни, наш стиль жизни, это основной фактор, которые влияют на наше состояние здоровья. Это наши вредные привычки, это наша психосоматика, это вот много-много факторов, которые могут влиять на наше состояние здоровья. Конечно же, питание и так далее. Но есть такой фактор, который, к сожалению, нельзя настроить его без помощи этого прибора. Например, ту же чистоту работы того или иного органа, ну чем вы настроите? Чем? Ничем. Вот этот прибор, он помогает ее выровнять, настроить. И организм начинает играть, как музыкальный инструмент, вот в оркестре. Хорошо, но если мы берем, да, пожалуйста. Да, я же не договорила. Да, Николай, да, я помню, вы сказали, всем ли это подходит. На самом деле, если у человека нет каких-либо врожденных, скажем, противопоказаний, есть, конечно, небольшой процент людей, которые не переносят электромагнитные колебания. Такие люди даже не могут пользоваться мобильными телефонами. Но это очень маленький процент людей. Очень-очень. Есть люди, которые, у которых есть кардиостимуляторы. Тоже не рекомендовано пользоваться этими приборами. Или если даже человек хочет, то он должен обязательно взаимодействовать всегда с доктором. И еще есть два противопоказания. Это первые три месяца беременности и органы-импланты. То есть, если у кого-то есть пересаженное сердце, печень, почка, просто во время, скажем так, воздействия прибора, ну, организм может этот орган воспринять как чужеродное тело. И будет отторжение. Поэтому не рекомендовано, конечно, использовать эту методику именно вот в этих случаях. То есть, вот так вот все серьезно взаимодействует? Да. И другой орган из другого организма, который пришедший в наш... Да, может, организм может просто воспринять его как чужеродное тело внутри. Хорошо. Ну, в любом методе лечения, на любых препаратах есть графа «противопоказания» и «последствия». Да. Скажите, пожалуйста, может ли возникнуть что-то в результате... Ну, вот вроде как подходит человек под эту категорию, которая может пользоваться, то есть практически все дамы. Но, тем не менее, что-то может возникнуть с человеком того, что он не ожидает? Нет, не может. Не может. Если у человека нет вот этих противопоказаний, о которых я только что сказала, и поскольку мы все созданы по образу и подобию, мы все одинаково сложены, с одного набора частот синхронизируем мы все одинаково, я сказала уже, невзирая на наш цвет кожи, невзирая на наш возраст, невзирая на нашу национальность, невзирая ни на что, невзирая в каком климате мы живем, да, мы все равно все одинаково сложены. Поэтому мы состоим из одних и тех же колебательных частот. Поэтому прибор, он корректирует состояние клеточки, состояние органа, состояние системы с помощью резонанса, с помощью тех же колебаний. Просто он его настраивает, настраивает, вот и все. Хорошо, понимаю. Ну, вот сейчас, допустим, зададут нам вопрос наши телезрители о том, что действительно это можно каким-то образом отнести к медицине. Мы все-таки называемся теледоктор. Существует ли вообще в медицине традиционную для нас обучение подобным техникам и насколько она вообще лояльно сейчас относится к данной практике? Да. На самом деле в некоторых медицинских институтах преподают биорезонанс факультативно. То есть если доктор хочет расширить, скажем так, свои знания, хочет разобраться в этой методике, у него есть такая возможность, будущий молодой доктор, у него есть такая возможность в медицинском институте это изучить. И я знаю, что многие доктора действительно интересуются этим направлением. Когда-то я разговаривала с одним из ведущих докторов нашей частной клиники, они сказали, да, это очень интересно, но этому же нужно обучаться. Как любой методике этому нужно обучаться. Ну, хорошо. Вы руководитель сейчас медицинского центра, ну, не медицинского, а здравительного. Это консультативный, можно, консультационный центр, мы проводим консультации. Все. Спасибо, что вы меня поправили. Хорошо. В любом случае, ваши коллеги какое-то обучение где-то проходят, как обучить человека пользоваться данным прибором? Или ты просто берешь, как любой гаджет, нажимаешь на кнопку и поехали? Нет, это методика не требует особых. Если это нет серьезных проблем со здоровьем, если серьезные проблемы со здоровьем, этим занимаются наши доктора, которые проходят специальное обучение. Если же просто человек занимается профилактикой, хочет поддерживать свое здоровье, хочет быть всегда в тонусе, этому не нужно особо обучаться, тут все предусмотрено. То есть, когда эти приборы создаются, они рассчитаны на людей, которые не имеют медицинского образования. Вот точно так же, как мы берем мобильный телефон, нажали на одну кнопочку и слушаем, разговариваем. Точно здесь и так. Нажали, и прибор сам делает свое дело. Хорошо. Какие проблемы человеческого организма может охватить резонансное оздоровление? Практически все. Я не буду говорить о серьезных проблемах, этим занимается медицина. Поэтому, но профилактировать любое заболевание мы можем с помощью этих технологий. Это, скажем так, тема не пятиминутная. Поэтому, кому будет интересно, вы можете поинтересоваться, я обязательно, я или мои коллеги обязательно вам об этом расскажут более подробно. Но, на самом деле, корректировать работу любого органа и любой системы можно с помощью этих гаджетов. Ну, давайте, по крайней мере, поверхностно пройдемся по поводу того всего, что есть в спектре деятельности данных приборов. Ну, например, профилактировать или даже уже оздоровиться в течение нескольких дней можно при ОРЗ и ОРВИ. Можно. То есть, самые распространенные зимние заболевания. Конечно, вот в этот период наши коллеги, у кого есть эти приборы, выходят из этого состояния буквально за несколько дней. Буквально за несколько дней, при том, что они находятся в ресурсном состоянии. Они не лежат дома, не пьют медикаменты, не пьют эти антибиотики, кольтфлю, к сожалению, препарат, который очень серьезно влияет на желудочно-кишечный тракт. Но, конечно, эффективный, согласна, но очень с серьезными последствиями. С помощью этих устройств мы можем буквально за 2-3 дня восстановить свое состояние здоровья и быть в строю. Так, хорошо. Давайте про саму методику. Я понимаю, что приборы – это ваше все, скажем так. Но не хочется, чтобы это было как пропаганда данного вида оздоровления. Нет, конечно. Это просто знакомление. Мы просто знакомим людей, тех, которые выбрали сегодня наш проект для того, чтобы провести свое свободное время. Давайте еще к методике вернемся и поговорим, каким образом воздействуется на ту самую клетку патогенных, разрушающих этих организмов. Ну, давайте немножко истории, так будет понятнее. Ну, я уже сказала, что начало, скажем так, вот как считается, начало развития этой методики начинается от Александра Гурвича. Это русский ученый, который в начале прошлого столетия определил колебательную природу нашего организма. Затем в 30-х годах это был Роэль Тральф, который создав микроскоп, механический микроскоп, потому что в электронном микроскопе он не мог видеть многих патогенных микроорганизмов. Механический микроскоп, который в 600 раз увеличивал какого-либо паразита, он увидел живого вируса. И наблюдая за жизнедеятельностью у этого вируса, он увидел, что почему-то он погиб. Потом, когда он стал изучать эту методику, он понял, что просто изучая его, он настраивал, скажем так, эту свою лупу, да, и он благодаря этому, благодаря ему, но, к сожалению, для вируса, вирусы погибали. То есть, считывая, получается, что частота жизнедеятельности вируса, он, наблюдая, увеличивал ее жизнедеятельность, ее силу, да, скажем так, воздействия, и вирус распадался, погибал. Лупалась мембрана, он погибал. Таким образом. И таким образом погибали все другие микроорганизмы, которые он наблюдал в этот микроскоп. Он, таким образом, он доказал, что можно бороться с патогенными микроорганизмами с помощью именно физических законов, именно резонанса, не используя медикаментозных препаратов. Это было еще одно достижение. В 1977 году, в 1977 году, немецкий ученый Франц Мораль, он вообще доказал научную, он научно, скажем так, подтвердил эту теорию, что это теория, которая может присутствовать, скажем так, наряду с другими оздоровительными практиками. То есть, эта методика имеет право быть. Тогда был создан первый такой примитивный прибор, которым они это все показывали, доказывали, да, со своим коллегом Роше. Немецкие ученые, кстати, очень много работают над этой методикой. Это и Фоль, это и Поп, это и Шимель. То есть, много ученых, которые работали именно вот развивая эту методику. Ну, как-то Германия, она как, знаете, как альма-матер, да, это получилось так, что они стали родоначальниками этой методики. И в Европе, кстати, много клиник используют эту методику. Там это, правда, все стационарно, это не вот такие приборы маленькие, которые мы носим на шее. Это прямо вот в частных клиниках, да, это прямо стационарные приборы. И люди проходят оздоровительные методики, оздоровительные практики, именно посещая эти заведения. У нас в стране, это был институт Готовского в Москве, который в свое время... Ну, вы имеете в виду в той старой стране. Да, в Советском Союзе, в 70-е годы. Давайте, в нашей... В той старой, да, в Советском Союзе, это институт Готовского, который с помощью, опять же таки, этой методики, они оздоравливали членов ЦК КПСС. Политбюро. Да, я не настолько молод, чтобы не знать этой терминологии, но, тем не менее, да, присутствует в Советском Союзе. Ну, к сожалению, когда Готовский умер, институт, ну, страна развалилась и все остальное, в общем, ну, методика это и есть. И многие ученые ее активно развивают, активно развивают, тем более сейчас огромный интерес. В 44 странах, я, наверное, уже говорила, да, что именно наши приборы используются уже в 44 странах мира. Это и Америка, это и Австралия даже, это и в Африке есть люди, которые пользуются нашими приборами. Европа это вообще очень активно использует их. Ну, в странах СНГ тоже. Да, вот вы, кстати, ответили на следующий мой вопрос, отвечая на предыдущий, потому как было интересно, насколько это портативные приборы, про которые мы сегодня говорим, да, есть ли это вообще стационарные, вот было интересно, я уже услышал ответ на этот вопрос. Потому как, действительно, вдруг человек не хочет приобретать себе в личное пользование что-то, вдруг он хочет пройти эту терапию, ну, образно говоря, терапию, да, оздоровление, хочет посмотреть, ознакомиться, то есть мы знаем теперь, что в Европе, где-то, в той же Германии пользуются стационарными и подобными. И в Германии, и в Италии, я разговаривала с женщиной, которая живет в Италии, и когда она интересовалась нашими портативными приборами, она сказала, я знаю об этой методике, у нас есть в клиниках, я даже записывалась на, ну, очередь на такое оздоровление 3,5 месяца, вот так она мне сказала. Я сама не стояла в очереди, честно скажу, но эта женщина мне так вот рассказывала, говорит, вот 3,5 месяца я записывалась для того, чтобы попасть на вот такую методику оздоровления. Спасибо вам большое, Юрия Николаевна, за то, что нас немножечко просветили в мире оздоровления и науки, в том числе, потому как мы с вами и физику вспомнили, и узнали, сколько имен знаменитых ученых вы знаете, теперь мы их знаем, друзья, но и для себя немножечко нового в технике оздоровления подчерпнули за этот эфир, надеюсь, и вы. Спасибо за то, что смотрели наш проект «Теледоктор». Благодарю. Спасибо. Спасибо.